Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Я продолжаю рассказывать об очень интересном событии, которое проходит в эти дни в Баку. А именно о Кубке мира по шахматам. Точнее, сразу о двух кубках, мужском и женском. Но вначале напоминаю о том, что мы начинаем выкладывать наши специальные дебютные выпуски, посвященные и дебютной теории как таковой, и философии дебютов, философии шахмат на Патреоне. Поэтому присоединяйтесь к нашему сообществу. Став патронами, вы не только поддержите развитие нашего канала, но и получите доступ к очень, на наш взгляд, любопытной информации, которая, напомню, будет в ближайшее время выкладываться на этом сайте, на сайте Патреона. Ну а что касается описания того, как это сделать, вы можете прочитать это, придя по ссылке в описании. Итак, присоединяйтесь. Ну а теперь вспомним о том, каким было положение дел на Кубке мира. Начнем с открытого, мужского кубка, ведь он привлекает, как ни крути, большее внимание, нежели кубок женский. И тем более, это внимание было усилено тем обстоятельством, что накануне, то есть в первой партии 1-16 финала, Магнус Карсон уступил. Ну это общая ситуация с Кубком, жебевка 1-16 финала. Так вот, в первой партии 1-16 финала Магнус Карсон уступил Винсенту Кейберу, молодому немецкому шахматисту. Это была, конечно же, сенсация, тем более, что долгое время ничто не предвещало, что нечто подобное может случиться. Поскольку Магнус уравнял игру черными достаточно легко, но затем начал проявлять неаккуратность. Он тогда иногда так поступает, так иногда ему удается сыграть на выигрыш в равные ничейные позиции. В данном случае он перехитрил сам себя и в результате Винсент Кеймер выиграл равный, по началу, во всяком случае, ничейный уж точно Эншпель и вышел вперед. Но во второй партии ему, Винсенту Кеймеру, предстояло защищаться черными фигурами, что само по себе делать в такой спортивной ситуации, тем более, когда уже соперник никто не тянет Магнус Карсон, совсем непросто. Ну, из других результатов, ну, собственно, все результаты мелким шрифтом здесь обозначены, я решил не делать две таблички отдельно, все-таки распознать образы, прочитать то, что здесь происходит, не так уж сложно, если вникнуть в табличку. Так вот, из других результатов, конечно, наибольший интерес вызывала победа Алексея Сораны черными против ВССУ. И Алексей Сорана получил в результате очень хорошие, он действующий чемпион Европы, очень хорошие шансы, перспективы в борьбе за то, чтобы пройти ВССУ и выйти в следующий этап, то есть на рубеж 1-4 финала, на 1-8 финала, извиняюсь. Ну и кое-какие другие результаты, также любопытные, вы видите на экранах. Итак, приступлю, собственно, к главным событиям. А главное событие, это, безусловно, партия между Магнусом Карсеном и Винсентом Кеймером, в которой белые фигуры принадлежали Магнусу, и он должен был попытаться поставить перед соперником серьезные проблемы. Как это сделать? Конечно, понятно, что у Карсена высочайший класс, высочайший уровень подготовки и так далее, но ведь Винсент Кеймер тоже шахматист неплохой, и просто так взять БК за рога, разыграв какое-то спокойное относительное начало или хорошо известный теоретический вариант, не должно получиться. Объективная оценка начальной позиции ничейная. Поэтому Магнус решил действовать в соответствии с своей такой привычной тактикой, стратегией, уж не знаю, можно по-разному это называть. То есть он решил завязать такую игру вдолгую. Кстати, в первой партии у него ничего хорошего из этого не получилось, но он играл черными, а тут он играет белыми. Итак, Е4 сыграл Карсен, ответ Кеймера Е5, К3, К6, С6, 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 Д6, Д6, Д3. Но, опять же, это рассчитано на то, чтобы не дать, не позволить сопернику применить, разыграть те системы, которые он хорошо знает, которые он изучал в основных разветвлениях испанской партии. А тут попытка увести игру в сторону. Ну, черный слон выходит на С5, что довольно логично. В данном случае это вполне возможно. Удары на С6 и на Е5 невыгодны, поскольку там Ферзь Д4 будет контрудар с выигрышем черных. Слон Ж5 играет Магнус Карсен. Опять же, можно и так и так играть. Ничего серьезного у белых нет. Ну и здесь, по идее, конечно, черным, ну не то, чтобы следовало. Вот слово следовало здесь совершенно неуместно. То есть наши электронные друзья так рекомендуют поступать. И люди нормальные, скажем так, воспитанные на шахматной классике, тоже придерживаются такого мнения, что здесь лучше было бы сыграть Б5, а потом Д6. И перевести игру к такой долго текущей, вот, свести к делу долго текущей борьбе. А тут, то есть в партии, Винст Кеммер сыграл Д6, допуская удар, ну прорыв Д3-Д4. Ход Д6, конечно, более гибкий. Он не ослабляет черных на Ферзьем фланге. И вот следует Д4, то, что черные допускают. Белые улучшают свою структуру. Ну, черные играют слон Д7. Опять же, они дают понять, что они не опасаются удара на С6, а ничего по большому счету, существа лучшего у белых нет. Может быть, белым стоит сыграть не слон бьет С6, а конь бьет С6, а потом закончить развитие, ну просто выставляя Ферзя на Д3, коня на С3. Там слона при необходимости отводя на поле Б3, если черные начнут давить по линии Б. Но по-другому поступил. Уступая преимущество слонов сопернику Магнус Карсен, наверное, он не прав. Ну, как не прав? То есть, дальнейшая борьба, развитие событий показала, что здесь белым рассчитывать не на что, если черные сохраняют хладнокровие. А Винсент Кеймер очень долго это хладнокровие сохранял. Ну, можно было сыграть здесь, конечно, Ферзь Е7. Опять же, ход не хуже, чем ход слона Б4, который сделал Кеймер. Тогда, наверное, длинная рейкировка, там Ферзь Е5. Вот такую структуру черные могут избрать. Такой концепции придерживаются. Но в чем дефект этой системы? То есть, такого разветвления с точки зрения черных, он состоит в том, что черные все-таки идут на больший риск. Здесь, безусловно, Ферзя куда-то на Р6 отправляют, давят на пешку, получают контр-игру. Но можно чего-нибудь недосчитать, неправильно оценить, и получим мы тогда, то есть, черные неприятную позицию. Косрон Б4 более канонический. Белый конь связывается, на Е4 ферзь пешка подвисает. Белый отступает на Е2, чтобы ничего не потерять. По-другому ничего не получается в этом смысле сделать. То есть, в каком-то смысле, можно сказать, что вроде бы замысел черных оправдывается. Вот они играют в ладья Е8, поддавливают на пешку. Правда, ну, Ж5 для этого нужно сыграть в начале. Конь на Е6 связан. И белый защищает пешку надежно. Ответ черных ферзь Е5. Все логично. А2, А3. Побуждаем вас ударить на НЦ3. И это следует. Взять НЦ3. Ферзь бьет С3. Ну, и вот здесь был удар, конечно, вот очень заманчивый со стороны черных. Не нанес его Винсент Кеммер. Удар был действительно хороший и заманчивый. Магнус Карсон просмотрел все это дело в изначальных таких вот своих расчетах. Ну, отмечу, что бить конем нельзя из-за хода ферзь Ф4. Бить на Ф6 нельзя из-за хода слона бьет Б2. Итак, еще раз. Если конь бьет конь С3, тогда ферзь Ф4 шаг и теряется слон на Х4. А после хода ферзь бьет С3, черные располагали ударом не ферзь бьет С3, как поступил Винсент Кеммера, а конь бьет Е4. Ну, я уж не знаю. Может быть, если бы это была не вторая партия, которая начиналась и игралась при счете 1-0 в его пользу. Винсент Кеммер обращал бы внимание на подобного рода удара. Ну, хитрость в чем? Что двойной удар. Если ферзь бьет Е4, если разменяться на Е5, то ничего по большому счету не меняется. Вот такой двойной удар. Висит слон, висит конь. Черные выиграли две пешки и стоят почти выиграно. Ну, можно здесь пытаться играть более хитро, не надо брать на Е4, но надо играть конем в 4, соглашаясь на позицию без пешки. Но это мучительная борьба за ничью для белых. И, в общем, все бы, наверное, в партии закончилось. Ну, не победой, а ничьей, скорее всего, все-таки, победной для Винсента Кеммера с позицией силы, с явным преимуществом, с лишней пешкой, если бы он нанес удар конь бьет Е4. Винсент Кеммер прошел мимо. Этой возможности он ударил на С3 сразу. Затем конь H7. И вот здесь, конечно, во-первых, уже чуточку лучше, как чуточку лучше, ну, на долгую игру. Вот такие вот идут перегруппировки, такое маневрирование. Но, опять же, очень долго, нет никаких, нельзя предъявить очень долго никаких нареканий к действиям Винсента Кеммера, если не считать того обстоятельства, что он действительно располагал и прошел мимо возможности нанести удар конь бьет Е4. Магнус зевнул, Магнус пропустил эту идею, и все бы закончилось. Ну, здесь все продолжается как раз в стилистике Магнуса. Хотя, с другой стороны, ну, Магнус, Магнус, стилистика, стилистикой. Кстати, необходимой белым игрой здесь стоит пешка на А2. Можно было бы сыграть ладья А3, как цепляться к пешке по линии А, не знаю, сколько бы это было эффективно. Но в данном случае, когда пешка стоит на А3, у белых нет другого, в общем-то, плана, кроме Б3. Пешка, ну, встает как-то неуклюже. Вроде бы у черных появляется контр-игра или контр-давление по линии Б. Позиции объективно просто равные. У черных не хуже ни на копейку. Но, опять же, белые должны играть на выигрыш, а не черные. Это накладывает определенный отпечаток на дальнейшее развитие событий. Тем более, что вот со стороны казалось, что Магнус все-таки получил свою игру, свою позицию. Здесь, может быть, черным стоило сыграть конь F7. Вообще, вот не двигать пешку А, чтобы не было возможности у белых потенциально хотя бы образовать проходную на фланге. И тупо стоять. Ну, скажем, конь F7, слон F2, ладья Е8. Поскольку у белых нет никакого конструктивного, содержательного плана усиления позиции. Убил свои слабости. Пешки Е4 черные цепляют своей ладьей. По ней не быть черная ладья поддавливает на пешку Б. У черных не хуже. Сказать, что у них лучше, трудно, потому что плана игры на выигрыш у них нет. Но если они стоят, то белые абсолютно сделать ничего не могут. Ну, Инсет Кеймер дернулся. Инсет Кеймер сыграл опять ход возможный. Опять же, если бы черные играли на победу и им нужно было бы выиграть, то, конечно, ход был бы правильным вместо пассивного перевода ладья на линию Е и такой тупой профилактики. А тут что? Тут Е5, вот такой прорыв. Ничего он белым не дает особенного. То есть, вот ход конь F7. Теперь в случае взятия на D6, взятия Cd. Ну, там слон F4, черные играют А4. Белые ведь не могут ни взять на А4. Черные резко активизируются. Не сыграть B4. Они должны поэтому взять на D6, отдать пешку на B3 и играть такую-то такую игру. Но пешка на А4 подвисает. У черных свой козырь. Не хуже у белых на самом деле. После отступления на B2, потом ладья Е5 и выигрыши пешки или отыгрыши пешки на C5. Белые стоят не хуже. Ну, только так. В общем, только об этом может идти речь. Что белые стоят хуже или не хуже. В случае ЕД. Ну, холл Слонов F4 делает Магмус Карсен. Все, держит он. Оборону держит. На D6 поддавливает, пока не определяет позицию. Черные берут на Е5. Вполне возможное продолжение. Проводит этот удар А4, на который белые обязаны отдать пешку на B3. Иначе прорвутся черные куда-то. Ну, опять же, пешка с более B2, конечно, контролируется черными. Ну, что? Взять на А4. Тогда будет у Слона А4 коньбит Е5. Ладьи пойду вперед. Не то для белых явное. Слон С3 играет. Поэтому Магмус Карсен. Переводит, сводит дело к такой вот структуре. У черных на доске лишняя пешка. Но это чисто и такая для проформы. Чисто формально. У белых все-таки активность в центре. А ферзевый фланг забит. Но объективно все равно позиция ничейная. Вот ладьи меняются. Пара ладей меняется таким образом. Белые, правда, захватывают поле D5. Но это ничего особенного не дает. Хотя белые отыграли пешку. Потому что черные стоят вот таким вот образом. Поддавливают теперь. Они получили доступ к поле D7. После того, как черные сыграли Слон С6. То есть сыграли Слон С6 черные специально. Не было другого клана. Иначе невозможно завоевать поле D7. Опять же, можно, конечно, и так и отдых было стоять. Более пассивно. Но то, что делает Винсент Кеммер вполне логично. Другое дело, что он потратил много времени. У Слон бьет G4. Снова лишняя пешка номинальная у черных. А4 у белых появилась та самая проходная. Которая является в данной позиции единственным шансом. Единственной надежды белых сыграть на победу. Конь G5 играет Винсент Кеммер. Опять же, надо было делать это или нет. Вопрос сложный. Конь D8. Тупая защитительная и страховая концепция. Станет пассивно и не идет вперед. Приводила к легкой ничьей. Без реальных шансов у белых усилить позицию. А конь G5 это все-таки игра. Слон Е3. Вот такой вот ход. Ну, почему не опять? Давайте прикинем, почему не опять? Что такое опять? Вообще, сколько серьезен такой аргумент? Тогда конь Е6, собственно. И ради вот этого, ради создания этой угрозы, конь прыгнул на поле G5. Ну, кстати, с поля D8 он создавал ту же угрозу. Здесь у черных просто лучше. После размена на D4. Поэтому белые уводят слона из-под вилки. Слон Е6. Играют слон Е3. Конь F3. Размен, размен. Идут на вот такое внешне опасное окончание черные для себя. Поскольку белая пешка все-таки устремилась вперед. Ладья B4. Опять же, все правильно. Ничего по большому счету у белых здесь нет. Но играть черным нужно очень аккуратно. Материальное равенство на доске. Как должны играть черные? Вот они играют C7, C6. Король D4 ответ белых. Бить сразу на C6 не имело смысла, поскольку подвисала пешка на А5. А теперь пешка опять защищена слоном с D2. Ну и вот здесь вот неправильную совершенно концепцию применяет или прибегает к Невицин Кеммеру, которого времени оставалось мало. Ушел уже, как вы понимаете, второй контроль. То есть последний контроль времени. Строковой ход остался где-то далеко позади. Сейчас 51-й ход черных. И надо было что? Надо было спокойно, хладнокровно отдать пешку C6 и далее подтягивать короля. То есть идея защиты черных стоит в том, что слон с ладьей сковывает все фигуры белых. Пешку C4. Король не может никуда устремиться, ни на C5, ни на E3. Ну только что на C3. Назад. Но тогда на А5 пешка подвиснет. Пешка H5 тоже под ударом. И за счет активности, вот такой активной, ну можно сказать, не то, что динамической, здесь, конечно, пассивная, статическая, он принцип зацепа. Вот я о нем периодически напоминаю, который с легкой руки Ефима Петровича Геллера стал мне известен. Надо цепляться. Вот если вы не видите четкой форсированной игры, цепляйтесь за фигурой пешки соперника. Правда здесь легко проанализировать позиции и понять, что у белых нет усиления. Например, если у Раде C5, тогда просто G5. Ну как просто? Играем G5, допускаем удар на G6, взятие-взятие, черные цепляются к белым пешкам, пешка идет вперед, и это ничья. То есть белые могут лишь перегруппироваться, отдав одну из своих проходных, и тогда в разноцвете ничья держится черная. А если сыграть здесь, например, слон С3, тогда король Е7, и план черных стоит в том, что их король устремляется на королевский фланг, они бьют здесь на С4, отдают пешку Ж7, ну и ладно, и что дальше? Пешка А6 обречена, ну надо идти вперед, потому что ничего не дает А7. Тогда слон Ф7 шах, а потом Радея бьет А7, и пешка H5 висит. А тут что? Ну тут слон идет А6, опять же, белые, может быть, не знаю, могут они выиграть, не могут выиграть пешку, стоящую на поле А6 с помощью хода слона Д2, но понятно, что это ничья, поскольку пешку H5 также легко черные отыграют и так далее. Вот такая структура, такая концептуальная защита имелась у черных, и она обеспечивала им ничейную стойку. Ну было сыграть слон Ф3, защищая пешку. Слон С3 играет здесь Магнус Карсон, и нужно черным было вернуться вот к этой методе защиты, вот такой вот, подтянуть короля, и опять же, поскольку черные вот так вот стоят, белые усилить позицию не могут, это четкая, точная ничья, опять же, ее можно было бы достичь, сделать черными, если бы у них было побольше времени, если бы Винсент Кейберг сохранил, ну, остатки хладнокровия, или просто хладнокровия. Но он делает ход слон G2, настаивая на том, что надо защищать пешку C6, и это уже совсем не то. То есть, ход Ладья F5, ответ Магнуса Карсена приводит к тому, что слон теперь не может вцепиться, атаковать пешку, стоящую на поле C4, на слон F1 следует Ладья, Битов F1, а что было бы, если бы за слон D5 черный сыграть, возникает вот такой вопрос, может быть, на это как-то издалека рассчитывал Винсент Кейберг, но тогда, как показывает несорожный расчет, после взятия на D5, взятия на D5, и взятия на D5, у белых, ну, можно сказать, легко выигрышное окончание, потому что король находится вблизи своих проходных, они идут вперед, слон прикрывает этого самого короля с поля B4, потом может с поля B6 прикрыть, короче говоря, здесь белые форсировано выигрывают, и идти сюда нельзя, тем более, и такое маленькое обстоятельство, которое может быть где-то сыграло бы, может сыграть свою роль, это поле H8, того цвета, которого надо, но, это по поводу хода слона D5, поступило я с этой темой по-другому, слон H3, ладья F4, то есть у белых появляется четкий план, ладья F4 защищает тайно-дерна пешка C4, чтобы король был свободен для марш-броска через C5 на B6 и продвижение пешки А, ну, был сыгран слон E6, король C5, ладья атакует белого слона, король B4, ладья идет вниз, белый король вытесняет вот таким тонким, ну, не слишком хитрым, но все-таки правильным маневром ладью черных, ладья отступает на поле E2, и белая пешка устремляется вперед, но здесь уже очевидно, что позиция белых абсолютно выигрышная, и в этот момент, поскольку пешку A не удержать, без, так сказать, потери, например, ладьи, ну, скажем, слон F7, конечно, можно сыграть, но что это такое? Ну, сыграли A7, потом сыграли там ладья E4, бить ладью нельзя, пока не появится ферзь, скажем, ладья A8, поставили ладью на поле E7, тут еще и слон Черновского на защите пешки E7, потом ладья B7, ладья B8, но если понадобится слон D4, чтобы защитить пешку, и выигрыш элементария для белых. Вот так закончилась эта партия, и Магнусу Карсену, несмотря ни на что, удалось сравнять счет. Другие партии, наиболее любопытные, какие были? Ну, безусловно, ей оказалась встреча двух американцев, Фабиана Краванера и Робсона. Первая партия закончилась без особых приключений, ничью, но его второй, Фабиана Кравана, ведь исходила с чего? Ну, в конце концов, ну, я не буду слишком сильно рисковать, это разумная стратегия в такой спортивной ситуации, ну, будет 1-1, ну, будем играть тайбрейк, все-таки я посильнее, и в быстрые шахматы, ведь не Магнусу Карсен, а Фабиана Кравана, здорово, так сказать, продвинулся, поднаторел в деле освоения быстрой игры, когда-то он делал ставку исключительно на игру классическую, и его рейтинг был вторым, верно, точно вторым, играл по рейтингу с Магнусом Карсеном, сыграл матч с Магнусом Карсеном, сделал ставку именно на медленные шахматы, ну, проиграл в разгром 0-3, тайбрейк Магнусу, после того, как все 12 партий в основной части матча, тогда закончили с ничью. А когда начался ковид, и, в общем, вся шахмата и жизнь перешла в рапид, в дистанционный рапид, то Фабиана Кравана резко применял свою ориентацию, скажем так, творческую, очень сильно набил руку в быстрой игре, и он в этой быстрой игре очень-очень даже неплох, очень-очень хорош. Итак, Фабиана Кравана и Робобсон, как должен был бы выстроить свою стратегию у Фабиана Кравана? Не рвемся, не рвемся вперед, играем спокойно, делаем ход Е4, свой любимый, Е5, конь Ф3, конь С6, срон С4. То есть Фабиан Кравана может ставить срона на С4, на В5, он всеяден, может играть Д4, может не обязательно делать ставку на открытые, полоткрытые начала, на данном случае, слон С4, конь Ф6, Д2, Д3, слон С5, С2, С3, опять же классика, не побоюсь сказать, что я в свое время популяризировал, и начало популярности этого дебюта именно связано с моим творчеством, когда все играли испанскую, и считали, что так играть белые не могут, по сути, ничего нет, я тоже считал, что ничего нет при игре, хороший, черный, но почему-то очков много набиралось, и играть было удобно, приятно белыми, в отличие от каких-то маломальски форсированных, ответственных, хорошо проанализированных соперников вариантов. Итак, короткая рокировка, А7, А5, чтобы не было Б4, один зазборных путей, Ладья Е1, слон А7, конь БД2, А6, конь Ф1, рокировка, конь Ж3, я быстро делаю ходы, потому что стандартные переводы, но вы видите, что конь черных перешел так же на Ж6, как и белый конь на Ж3, то, что без входа Ладья Е8 черные обошлись, это может быть даже и не так плохо для них, потому что, ну что, Ладья Е8 делает, она защищает избыточную пешку Е4, что бывает полезно, идея Д4 появляется, то есть возможность провести, но с другой стороны терапиться с этим ходом не надо, поскольку пешки назад не ходят. Слон Б3, опять же профилактика, слон Е6, теперь уже предлагаем размен слонов, который ничего белым не судит особо, ну слон уходит, чтобы избежать этого размена, благо теперь Д5 здесь не очень-то идет, потому что удар, бить фигурой нельзя, потеряется пешка на Е5, там конечно слон бьет Ф2, контрудар, но в принципе понимаете, ну вот С5 сыграл здесь, давайте прикинем, что было бы в срочи С5, все-таки любопытство разбирает, возможный ход, но белый предлагает наносить Д4, вот на самом деле, не бить на Д5, сыграть Д4 сразу, жестко обозначить скрытие игры, и если взятие на Д4, то Е5 неприятно для черных, а если взятие на Е4, тогда конь бьет Е5, и опять же у белых получше, ничего смертельного, удар на Е5, удар на Д1, потом конь Д7, с контрудар против пешки Е5, но у белых получше окончание, не хочется черным идти на худшую позицию, они играют в С5, ход, ну смотрится, скажем так, неоднозначно, поскольку закрывает диагональ для слона, но противодействие ходу Д4, конечно, все понятно, Д3, Д4 проведению, но с другой стороны, Д4 провести можно, и дело это все равно Фабиана Каруана, удар, удар, то есть, мне трудно как-то оценивать все это дело, можно и так, и так играть, здесь у черных появляется возможность сердце Б6, завязывающая белую пешку Д4 по диагонали, то есть, ни Д5, ни ДЕ сыграть нельзя, но белые не очень-то и хотят, но давление есть, и где-то при случае черные могут сыграть ДЕ, выиграть пешку, и потом пойти отыграю в законечное время, но слон Е3, поэтому играет здесь Фабиана Каруана, оставляет пешку В2 под ударом, ее черный ферзь забирает, вроде хорошо у черных, но слон Б3, и вот начинается вот такая уже, ну, оживленная игра, нет ощущения, что у одной из сторон может быть преимущество, белые поддали пешку, но добились кое-чего, ферзь отрезан, контрыгра, там ладья Б1, всякие идеи, на Б7 пешка висит, да и центр черных может подразвалиться, короче, играя здесь слон бьет Б3, не факт, что этот ход лучший, может быть, стоило сыграть ферзь А3 черным, уводя ферзь А из опасной зоны, там слон Е6, Ефе, маневры какие-то, белые играют пока без пешки, но это несущественно, потому что первая шка Б отстала, а у белых давление на ферзь на фланге в центре, это компенсирует отсутствие пешки, а ход слон Б3 привел к чему? Вот это обстоятельство, кстати, и погубило, ну, забегая вперед Рея Робсона, а именно ослаболение пионио Ф5 и всего, всей структуры на фланге, ведь при слоне на Е6, или там в случае слон Е6 ФЕ, на Ф5 белый конь вторгнуться бы не мог, теперь правда, вот опять же, все мои слова, они уместны лишь в контексте того, что следующий ход черных был сделан им ими, то есть Рея Робсона, на ферзь С3, а ход Д5 полностью уравнивал игру, вот если бы черные взяли на Б3 и провели Д5, то честь и хвала им, логичное решение, все-таки играют с Фабиана Каруаной, они с кем-нибудь и Рея Робсом, и почему бы у него просить позицию, здесь важно, что если не ЕД, то после взятия на Д4 у черных получше, ну, опять же, у них лишняя пешка, и непонятно вообще, почему здесь, у белых есть основания, возможности сделать ничью, ну, с позиции слабости исключительно, вот, а если сыграть ДЕ, тогда конь бьет Е4, ладья Е2 лучший ход, чтобы атаковать ферзя, и как-то он действует белым на нервы, мешается и так далее, удар на Е4 это не то, а ладья Е2, ферзь С3, слон бьет А7 в такой редакции, потом конь бьет Е4, отыгрыш пешки, но черные играют Б5, материальное равенство на схеме, между прочим, черный ферзь вне опасности, потому что охота на него не проходит, ладья С1, ферзь Б2 через А3 у него убежит, черных активные фигуры, потенциальная проходная на фланге, и поэтому позиция равная на самом деле, не преимущество белых, не преимущество черных, у черных есть свои весты, можно было бы сыграть ладья Б1 на Д5, ферзь С3, ладья С1, ферзь Б4, и взять такой редакции, опять же, ну, белые вроде бы подтянули с темпами ладью в центр, взятие на Е5, слон бьет Е3, ладья бьет Е3, взятие на Е4, взятие на Е4, взятие на Е4, ладья С4, такие вот перегруппировки, белые отыграли пешку, ну, и позиция у белых чуточку лучше, вот здесь вот, верно, все-таки активные фигуры, там ферзь С1 сыграли, вот, играем такую игру, может лучше, а может нет на самом деле, так, исчезающе малое преимущество у белых, ладья там Д5, ну, где-то Е6 сыграть можно, черные могут затеять, затеять, сыграть Е6 в наглую, поскольку пешка Е, если она пойдет дальше, да и вообще, стоит даже на Е6 превратиться скорее в слабость, чем в силу, то есть, ее черные смогут атаковать, окучивать, а у белых нет активной игры, никакой, кроме связанной с пешкой Е6, вот, Д5 пробил сломно правильный ход, Ферзь С3, ну, не точное решение, тоже не смертельная, не грубая ошибка, но не точное решение, потому что конь Ф5, нельзя бить на Е4, что важно, пешку-то белые оставили под ударом, может быть, издалека, но первоначально, играя Ферзь С3, вот здесь вот, рассчитывал Рей Робсон на то, что конь Ф5 хода нет, поскольку конь Бет Е4, на самом деле, в этом случае, белые прогоняют черную Ферзь с активной позицией, оно сюда в сломбеет А6, конь черных атакован, это позиции с преимуществом у белых, потому что, ну, конь Ф2, то, что может вроде бы остановить белых, взять и взять и взять и на А6, белый король просто эвакуируется, а черные, у черных испорчено прикрытие короля, и у них, то есть, у белых заметное преимущество за счет атаки, вот просто надо спокойно играть, не меняться, не идти на контробмен ударами, на упрощение позиции, а подтянуть ладью, ну, скажем, там сломбе 2, почему сломбе 2, сломбе висит, все-таки худо-бедно, хочется его вести, ладья Б1, теперь если сломбе 3, тогда конь Бет А6, затем конь Ф5, а потом конь Ж5, и белые начинают атаку, просто решающую, вот неожиданно, после уничтожения пешки А6, и прыжка коня на Ж5, куда можно уже прыгнуть конем, после того, как пешки А6 не стало на доске, она исчезла, слона была уничтожена белым конем, так вот здесь хорошо у белых, а если, скажем, Е4, чтобы открыть диагональ для слона, такая контригра, тогда конь Х6, конь Х4, есть ход очень сильный, не занимаясь взятием этого самого, слона, делая ставку на атаку, теперь если конь где-то Х4, то есть конь стал под удар, конь Х4, под удар коня, и конь на Х6 без защиты, но, если конь Х4, тогда ферзь Х5, и оказывается, что атака белых решающая, просто там, ферзь Д2, скажем, тогда конь Ф5, ну здесь просто взяли на Х4, с угрозой ферзь Ж4, и так далее, черный скован по рукам и ногам, у белых решающая атака, если сыграть коробью Т6, тогда конь Ф5, король отступает, взяли на Б2, и у белых просто преимущество в такого рода позициях, опять же, преимущество большое, видимо решающее, но чисто на глазок, внешне, еще надо анализировать позицию, не ошибаться, и так далее, но понятно, что ладьи давят на черного, на пешку Х7, по линии Ф, конь на Ф5 великолепен, ферзь на Х5, или на Ж4 будет вброшен, и черным станет плохо, это к вопросу конь Е4, почему так играть нельзя, и почему Фобиана Круана сыграл конь Ф5, а Рэй Робсон, ну может быть, из-за возможности конь Е4, так бегал, он висит пешку, поэтому не конь Ф5, пошел на это, то есть он вот, вместо хода Д5, сыграл ферзь С3, здесь у него хуже просто, далее, с ромбет А6, такой редакции, здесь у белых безус ромно лучше, черный берут на А6, это сделать нужно, и белый играет Ферзь Д2, то есть они отдали позиционную фигуру, но не требует большого спортивного мужества, такая жертва, потому что понятно, что угроза очень сильная, Ферзь бьет А6, смертельная угроза, поэтому черный обязан сыграть конь Ф4, переигровая диагональ, иначе матом все кончится, теперь Ж2, Ж3, ну, конь Х5 сыграл здесь конь, Ф6, Х5, Рэй Робсон, король Х8, казалось бы, был получше, но на самом деле, позиции после взятия на Е5, взятия на Е4, все равно черных нехороша, Берой бьют на А5, предлагают размен Ферзей, там Срон под удар попадает, и в случае Срон Б6, можно взять на Е5, и оказывается, позиция близка к выигрышной, у Беров, у них две лишние пешки, все хорошо, и, ну, черные могут сопротивляться, но спасти партию при аккуратной игре Беров не в состоянии окажется. Ну, и с ухода король Х8, который тоже не спасал, но может быть он был объективно, формально, с точки зрения компьютеров, поскольку оценка позиции не столь губительна для черных, как после конь Х5. Получше будет король Х8, но конь Х5 так поупорнее, но толку нет. Почему? Потому что взятия на Е4, конь Е4, король Х1, и оказывается, что белые открывают линию G для атаки своих фигур, правда, черные противостоят симметрично, король уходит, владея Ж8 есть идея, и белый играет, владея бьет опять, забирая пешку на противоборожном фланге. Теперь ход Ферзь Б6 был сильнейшим, но и он помогал лишь отчасти, то есть помогал, позволял затянуть сопротивление, потому что белые там сыграли, лабея Е1, завязали бы соперника по рукам и ногам, потом сыграют там Ферзь Е3, перегруппироваться начнут, все-таки ладья на А8 скована защитой слона, а белые могут, скажем, в случае Ферзь Е3 потом подготовить ударный Е5, размен Ферзей, и поохотиться на этого слона. Позиция все равно плохая. Ход Солон Б6 более резкий, интересный, но проигрывает форсированно. Он был сделан в партии Рейн Робсона. Последовало ДЕ, вот такой интересный, игнорирует то, что ладья там мат старше. Взятие на Ф4, Ферзь А6 и мат черному краю. Мат старше. Поэтому взятие на Е5. Ладья бьет Е5, и Рей Робсон признал себя побежденным, потому что от прохождения белого Ферзя на Ф4, а потом на А6 нет защиты. Например, Солон бьет Ф2, ну, бьем на Ф4, ну, там ладья А6 как-то пытаясь защитить пешку А6, нет фигуры, кстати, лишней фигуры у белых. Ну, теперь ладья С1 атакует Ферзя, и, в общем, все, потому что вытесняют, ну, скажем, Ферзь Б8, что это такое Ферзь Б8? Можно отступить просто. Можно просто отступить, лишняя фигура усилимся и замотуем, таки падение же черного края. Все понятно. Ну, кстати, Фабиано Круано вот так вот довольно быстро, довольно уверенно одержал победу, и вышел в... прошел на рубеж 1-8 финала. Довольно любопытно, ну, или, я уж не знаю, как не буду говорить каких-то слов, так вот трагично, трагикомично. Закончилась партия между Аржилом Аригайси и Живахиром Синдаровым. Почему я показываю эту партию? Ну, просто потому, что первая партия в этом мини-матче закончилась ничью. Синдаров очень достойно выступал на турнире, и вот такой Эншпель, ну, абсолютно равный. Ладья 1 только что белые сыграли, сковали соперника по линии А. Ладья C8, ответ Синдарова, вполне возможный, потому что пассивно стоять, можно доиграться до плохой позиции. А тут конкретная контрагра, связанная с ходом C5, у белых свои слабости, и эта контрагра обеспечивает уравнение, ну, ничейный исход. Белые идут пешкой вперед, чтобы ее не отдавать. Удар, удар. Ну, и теперь надо походить на кровь, сыграть у ладья D5, делая ставку на активность своей ладьи. Ну, угрожает что? Атака пешки В2, а второе что отугрожает? Атака пешки H3, которая тоже слаба, а черные, в общем, пешки неуязвимы. Ну, например, король F2, тогда лучше отманить белую ладью, сыграть ладья D3. Ну, если ладья E3, то повторение позиции, или отдача пешки В2 с мертвой ничьей. А если король G2, давайте сделаем король G2 ход, можно просто стоять на месте. А что белые могут сделать со своей стороны? Войти вперед ладей, попасть под ладья D2 шах, бросить пешку на H3, ну, ничья. Легко понять, что это ничья. Ну, вместо этого, пошел на некий обмен ударами Синдаров, причем, я даже не трудно сказать, трудно понять, в чем он просчитался, потому что понятно, что проще получается после хода B4. Белый ладья отступает всех защищая. Bc, Bc. У белых все пешки ладьей по третьему ряду защищены. Пешка C проходная. Белый король устремляется на ферзевый фланг и обеспечивает движение пешки C и выигрыш партии. Собственно, позиция сразу из равной, ну, просто равной, можно сказать, не ничейной какой-то, а просто равной, превратилась в безнадежную, ну, в проигрышную для черных, потому что вперед идем. Шаховать особого смысла нет. Белый король пойдет вперед, пешка C3 защищена, а ладья на E3 еще важную функцию выполняет, ограничивая черного короля. Если король G5, то можно сыграть ладья F3 и король все равно остается отрезанным. Ну, шах, король идет на D5, шах, король идет вперед, король D7, ладья C4, король возвращается, чтобы обеспечить на движение пешки. Теперь шах, отбрасывает черного короля, король D5, чтобы сыграть C4, теперь ладья F5, отступаем, король идет на D4, технично, безупречно в этом смысле все делает Арджуна Ригайси, выигрывающую пешку здесь, вторую пешку, ну и все заканчивается вот таким вот образом. Еще были сделаны такие ходы, после хода король, три черные сдались, в первые две лишние пешки, пешка C идет вперед, и противодействовать, воспрепятствовать этому совершенно черному невозможно. Таким образом, Жавахир Синдаром выбыл из этого соревнования, выбыл, на мой взгляд, достаточно досадно для себя. Ну и еще одну партию, которая была сыграна, это одна из вторых партий этапа 1-16 финала, партия между Андреем Сипенко и Дмиром Джугутишем, оба шахматисты очень интересные, и ничья в первой партии. Оба считают, что они неплохо играют в быстрые шахматы, Дмиром Джугутишем просто здорово. Но вот как действовать со стороны и Андрея Сипенко? Он, я думаю, в такой спортивной ситуации избрал стратегию, созвучную с тем, как действовал Фабиано Каруано, и как логично действовать, играя с сильным соперником в подобной спортивной ситуации. То есть он сделал ход с Е2 на Е4, логичный ход, Е5, Конь Ф3, Конь Ц6 и Конь Ц3. Ну уж совсем такой, вроде считается безобидным, начало. То есть вариант четырех коней, шотландской партии, Д4, взятие-взятие, салон Б4, Конь Ц6, взятие-взятие, салон Д3, Д5, взятие на Д5. Ну можно бить и ЦД, на самом деле. Ну ход 0-0, это маленькая ловушка, в которую белые не попадаются, и плюс исключаются некоторые варианты, которые тоже для черных не очень опасны. Но здесь у белых нет выбора, потому что пытаются вцепиться в эту пешку, как играет ДЦ, так и просто, ну как ДЦ, скажем, тогда они попадают под сильнейшую атаку. У черных преимущество. То есть бить С6 нельзя, это важное обстоятельство, белые должны сыграть 0-0, и после салон Ж4, еще один активный ход, Ф3, и салон Х5, снова черные отдают пешку, оставляют ее без защиты. Ну может быть здесь, кстати, стоило взять ДЦ, и пуститься во все тяжкие после ферзь Д4. Дморажуг Гудеш, в общем-то, тоже демонстрирует свою хорошую готовность, такого рода, с предложением со стороны белых. Не идет, так сказать, на поводу у них, хотя ничего после ЦД, я считаю, нет у белых, но тут более такая динамичная игра, полугамбитная со стороны черных, не идет, опять же, не соглашается ни на что подобное, Андрей Осипенко играет салон Ж5, салон бьет С3, потому что, если ЦД, то салон бьет Ф6, и нельзя, ну как, ферр бьет Ф6, конь бьет Д5, поэтому надо бить начальник С3, теперь играть СД, и получается вот такая позиция, С4, салон Ж6, салон бьет Ж6, взятие-взятие, взятие на Д5, взятие на Д5, но если салон Ф6, тогда размен на Д1, ЖФ, ну, пешку С черные защитят, радиями будет ничья, не слишком сложная для черных, с позиции слабости, решает сразу разменяться на Д5, Андрея Осипенко, и поиграть Эншпельс со слоном против коня, много это или мало, на самом деле, немного совсем, и более того, Добра Джубычиш очень четко расставляет фигуру, даже в какой-то момент стало казаться, что он близок к перехвату инициативы, но это лишь видимость, на самом деле, все время в этой партии, по ходу всей борьбы, позиция оставалась близкой к равной, или почти равной, ну, вот, размен, размен, конь Д5 великолепен, активная белая ладья разменена, по линии Б вторжения, реально у белых нет, ну, ладья Б2, они играют, черный король идет вперед, хотите вторгаться, вторгайтесь, играем ладья С7, поменяем ладьи, что это такое, на самом деле, ну, берут пешка на С5, будет слабенькая, правда, игра на двух флангах, ничего особенного, ну, А4 играет Есипенко, король Д2, ладья Д7, Ж4, король Е5, черный активный король, и это компенсирует то обстоятельство, что белые надвинули пешки и там, и там, но они надвигают пешку Д6, С9, ладья Б7, потом, ну, после король С5, в той или иной редакции, в данном случае, Ша в начале, чтобы слон Е3 не было идеи, такой, совсем просто реализуемой со стороны белых, когда черный начнет забирать пешку Е6, Е6, конечно, АЦ5, вот, тут слон Е1, переводя слона на Ф2, то есть впечатление такое, что белые, несмотря на отдачу пешки, как бы играют на выигрыш, но может быть, как бы играют на выигрыши черные, хотя, обе стороны, я думаю, прекрасно понимают, что объективная позиция ничья, вот слон Ж3, пешка А7, все-таки слаба, просто так шутить с ее отдачей, не следует черным, но ладья Е3, активность черных, вполне допустима, и вроде бы черные уже добились кое-чего, добились лучшей игры, правда, слон Е1, и ладья А3, все опять же идет, вполне естественным образом, ладья А2, сильнейшие компьютерные ходы делает Домараджу Гутиш, это я к чему говорю, что вот те, кто посмотрит на компьютерные оценки, они могут неправильное впечатление, представление составить для себя о том, что происходит на доске, то есть им может показаться, что пошел неоправданный, необеспеченный объективным обстоятельствами риск Андрея Сипенко и попал в худшую позицию, опасную и так далее, на самом деле, вот компьютеры наши, когда они делают ходы по первой линии, те ходы, которые сделал и Домараджу Гутиш, Андрея Сипенко, они меняют оценку, она была где-то лишняя пешка со стороны черных, вот так, преимущественно черных, а после форсированного варианта, когда делаются эти ходы, она становится равной просто, что мы видим на доске, вот позиции становятся равные, вот здесь правда был момент, ну вот может быть король Д4 стоило сыграть черным, H5, G5, пойти пуститься в какие-то тяжкие, пойти на риск проигрыша, ну вроде бы при обмене ударами, все нормально у черных после короля Д4, вот момент, давайте прикинем, что могло получиться после короля Д4, я сказал какие-то слова, ход король Д4 трудно сделать, вот так вот, на трезвую голову, взятие, взятие, можно ли взять скарму вот сюда, бить сюда нельзя, потому что после ладья А1 и ладья А2, оказывается, что у черных довольно серьезные угрозы, а белые не успевают реализовать выгоды своих проходных, то есть вот такая штука, поэтому здесь вот, после ладья А7 и ладья А6, наверное белым стоило бы сыграть H5, ход который спасает, но уже спасает, а не, так сказать, дает белым хорошую игру, но вот этот момент действительно имел место быть, король Д4 могло поставить перед Андреем Весипенко определенные проблемы, этот ход до Бараджу Кутиш не сделал, типа с король Д4, черные реально не рисковали, а после хода конь Б4, следует ладья Берджа 7, конь Д3, впечатление такое, что черные резко активизировались, ладья БТ6, ну что, взяли-взяли, ладья Е6, король ушел, конь Е5, ладья пошла вперед, конь Ф3, слон Ф4, конь Ветаж 4, король пошел вперед, и уже охота на коня некая, угрожает король Ж3 с выигрышем коня, на самом деле не выигрыш коня, потому что черный резко ход, король Е4, с контратакой слона, и с обеспечением поля Ф3 для своего коня, но в партии был сделан ход ладья С8, из которого соперники согласились на ничью, главный вариант, примерно такой, скажем, конь Ж6, ладья БЦ5, конь Бетаж 4, шаг отступили, взяли на Ф4, согласитесь на ничью, ну согласитесь на ничью чуточку раньше, и так, после этого, вот сейчас я перейду к показу женских партий, но вначале подведу итоги, подведу итоги, предварительные, разумеется, мужских матчей, одной, шестнадцатой финала, то есть это основное время, первые и вторые партии, дальше только тайбрейк, Магнус Карсон отыгрался, Магнус Карсон отыгрался в поединке с Винсентом Кеймером, 1-1, тайбрейк, как и в поединке Василия Иванчука с, с Аналом Вахапом, таким вот турецким шахматистом, который как-то никому особо был неизвестен, Василий Иванчук был знаменит, но Василий Иванчук уже ветеран, хотя играет здесь очень хорошо, Ван Хиаун против Расмаса Сэсвейна сыграл ничью, две ничьи, Петр Свитлера с Ниджатом Абасовым тоже две ничьи, и вообще очень много двух ничейных таких вот, счетов 1-1, которые вторые партии вообще в ряде партий, в ряде матчей проходили не слишком любопытно, не слишком драматично, поскольку решили соперники, что ну переходим на тайбрейк и ладно. Сантош Федит сделал ничью с Этьеном Бакро и вышел в следующий круг, Рей Робсон уступил Фабиана Круани, мы это видели, дальше Дуда, Максудлу ничья, тайбрейк впереди, Гутиш и Сепенко две ничьи, тайбрейк, Салек Салем против Даниэль Авата Тур, две ничьи и Феридье ждает опять же тайбрейк, как и в матче Радослава Вайташика с Лениером Домингесом, Уэсли Су, проиграв первую партию, Алексей в стороне не поставил, правда он черными играл, но не смог черными поставить никаких проблем, Сарану устраивала ничья, он сделал белым цветом ее уверенно и вышел Алексей Сарана, чемпион Европы действующий, который сейчас выступает под сердцем флагом, вышел уверенно в следующий этап, Нильс Грандериус выиграл у Хайме Сантоша, ну, мне трудно комментировать как-то более подробно ситуацию с этим матчем, а Аржуна Регайзе выиграл Джулахира Синдарова, партию эту показывал, я не показывал только вторую партию, собственно чего показывал, Ференц Бертиш выиграл первую партию у Руслана Пономарева, и Руслан Пономарев, один из двух райских шахматистов, выбыл из борьбы, а Хикар Накамура сыграл с Ромеш Бабу Прагнананхой, очень талантным медицинским шахматистом, очень любопытную партию, хотя как, ну, оба затевали затеи, получилась ничья, и вот впереди нас ожидает тайбрейк, причем, хотя Накамура, конечно, гений быстрых шахмат, или там, блица, Ромеш Бабу Прагнананха тоже очень неплох, так что заранее предсказывать исход этого матча и считать, что Хикару Накамура выиграет его, я бы не решился. Ну, вот такова, так сказать, спортивная жизнь с соревнованием мужчин, а что у женщин? У женщин, они играли 1-8 финала, все-таки женщин изначально в турнире принимало участие меньше, чем мужчин, и много было ничьих, очень много ничьих в первый день, я бы даже сказал, что не очень интересно проходила борьба, а самое интересное событие, конечно, первого игрового дня, это победа Белла Хатанашвили над Кумпи Конеру, и поскольку Белла Хатанашвили выиграла эту партию не какими-нибудь фигурами, а черными, казалось, что у нее великолепные шансы выбить из розыгрыша одного из фаворитов кубка, Кумпи Конеру и диску-шахматистку, а самой пройти дальше. Ну, собственно, я покажу и эту партию, начну, однако, с других поединков, а именно с партии шабатисток, которые выступали под флагом Фиде, а именно Полины Шуваловой и Александра Горячкина, Александра Горячкина все-таки вице-фаворит турнира вслед за чемпионкой мира Дзю Виндзюнь. В свое время она сыграла Александра Горячкина матч, который едва не выиграл Дзю Виндзюнь в предыдущем цикле, но это все было в доковидные последние времена, последние буквально дни перед началом ковида, я же показываю сейчас партию между Полиной Шуваловой и Теодорой Инжич. Видимо, я правильно написал эту фамилию, может быть, возможны варианты, но уж извините. Итак, как вообще выстраивать борьбу в подобной спортивной ситуации? Полина Шувалова сделала ход Д4. Судя по всему, она все-таки хотела, но она считала себя шахматисткой более мастеровитой, несколько более классной, и она, исходя из этого, решила выстроить борьбу именно таким образом. То есть, ну пока ничто об этом не свидетельствует, но здесь белые играют конь Ц3, ход ответственный, если белые собираются жертвовать пешку, в данном случае они это и собираются делать ходом G3, то есть ответственным ходом, конечно, является не ход конь Ц3, а ход G3, поскольку после ДЦ, пешка. Так вот, я не пойму сейчас у меня какие-то стуки, я извиняюсь, я сейчас взгляну и тут же продолжу рассказ о том, что будет дальше. Ну, это была ложная тревога, должна внучка была с Мариной вернуться с гулянки, но они, так сказать, нет, просто кто-то другой где-то по соседству в квартире стучал. Итак, что было дальше? Дальше было следующее. Белые сыграли слон G2, пешку они не отыгрывают, позиционно жертвуют ее в расчете на развитие инициативы конь Е5, А7, А6, рокировка, слон Б7 и Б2, Б3, то есть это уже в чистом виде приложение жертвы пешки в долгую игру. Б4 ответ черных, они в идеальной для себя редакции принимают эту жертву, то есть надвигают пешку до С3, она очень сильная, эта пешка, во всяком случае неприятная для белых, тренируют в центре, у них лучшее развитие и это обеспечивает им полную компенсацию, но не более за пожертвованную пешку. То есть видите, довольно рискованно поставила, выстроила игру здесь в этой партии Полина Шувалова. Следует конь D5, тоже все естественно, пока что никаких нареканий, а вот здесь уже нарекание самое серьезное, будет иметь место быть. Или имеет место быть. Короче говоря, черный, каждый будет судя по всему сыграть из слона А6, оказывает давление на позицию белых, допускается, какие-то подрывы, ну вот, чем хитрость, скажем, Е4, если белые играют. Вот что такое Е4 в данной ситуации? Вот здесь черные вступают на Ф6, и они не скованы защитой пешки Ц6. Конь идет дальше на Д7, какая-то идет разгрузка, более того, на ход А3 можно сыграть конь БД7, но не более того, а самая естественная игра вот такая вот. Можно сыграть, кстати, конь Д7, а салон бьет Ц4, пойти вот на такую разгрузку, и теперь конь ФД7 прикрыться и здесь сделать ход Е5, забить белых слонов и на ДЕ сыграть конь Ц5. Вот примерно так выстроить свою защиту и контратаку, все-таки две связанные проходные на ферновой фланге чего-то достоят со стороны черных, но если белый сыграет Е4, если белый сыграет А3, тогда можно сыграть конь Д7, конь Д6 шаг, допустить прохождение слона вот сюда, тогда конь конь Ф6, атакуя белого слона, слон Ц5, слон Б5, ну и опять же у черных все крепенько, играть Е4 здесь, это сроки на Ф1 подвисает ладья, ну и белые ничего особенного не добьются, то есть сложная игра, но вот так, наверное, должны были играть черные. Они же сыграли Ф6, полагая, что слон под ударом и деваться слону некуда, но у белых есть достаточно простое решение, которое они и реализуют, а именно ход с Е2 на Е4 атакуя черного слона. Теперь если ФЕ, тогда взять НД5, скажем, ЦД, наверное, ЦД, теперь Ферзь H5 шаг и в главном варианте Ферзь бьет Е5, атакуя черную ладью на А8, слон, конь, нет, конь белых под ударом, вроде бы брать его надо и пытаться активизировать свои фигуры с помощью ладья А7, ученых все-таки, если белые заберут на А8, сильный аргумент, сильная контр-игра, связанная с проходными и нормальным уже развитием, но белые могут отступить слоном, теперь ладья отступить не может на поле Ж8 и за Ферзь бьет Е6, но можно сыграть слон Ж7, белые все равно эту пешку забирают, корольев 8, наверное, лучшее решение, потому что на С4 все равно висит, а рокировка черным не светит, ну и получается вот такая вот позиция, в которой белые имеют явное преимущество за счет того, что у черных проблемы с рокировкой, ну опять же, давайте вот прикинем, а почему бы не сыграть с ладья А7, вот можно ладья А7 сыграть, кажется, но все равно Ферзь бьет С4, и что дальше, преследовать этого Ферзя путем предложения размена, ну конь подиже на С5, и здесь не вооруженным глазом видно, причем у белых лишняя пешка еще, конечно, на С3 пешка сильная, но там ладья А1, короче, черным не рокирован, и черным не хорошо, это в случае хода ФЕ, он не был сделан, был сделан ход конь С7, последовало слону Ф4, здесь у белых просто лучше, и они прорываются в центре, просто лучше, просто сильная инициатива, и партия производит, конечно, впечатление, черным были обязаны сыграть конь Е5 здесь, после хода конь Е5 у черных, ну я не знаю, как это назвать, явно хуже, ну, скажем, правильные слова, действительно, явно хуже, что называется, столбик, ну, здесь можно попытаться, как-то вот, посопротивляться, вот такой вот позиции, хотя преимущество белых, даже на глазок, не вызывает особых сомнений, ход конь С5, альтернатива естественная, в том смысле, после конь Е5 понятно, что у черных просто явно хуже, а после хода конь С5, может казаться, это все непонятно, но ФЕРЖЕ4, очень сильный ход, после чего у белых, не просто явно лучше, а просто выигранно, у белых решающая атака, потому что начинается метрошпильная игра, метрошпильная атака на черного кроля, Ж6, ну, ладья Д1 все равно будет сыграна, конь БЦ5, ФЕРЖЕ5, слон отступает, ФЕРЖЕ5 идет на поле Х5, белые уклоняются, разумеется, от размены ФЕРЖЕЙ, ФЕРЖЕЙ их посматривает куда-то вперед, правда, пока вторжений нет никаких, ну, а что делать черным? Ну, выводить размены ФЕРЖЕЙ они не могут, хода СЛОНа Х6 нет, за ФЕРЖЕЙ от Х6, СЛОН Е7 они играют, теперь Х4, такая вот профилактика, торопиться некуда, Ж5, но на самом деле ход Х4 создал угрозу СЛОНа Ф3, и у черного ФЕРЖЕЯ худо с отступлениями, вот, Ж5 поэтому, чтобы ФЕРЖЕЙ не попался, ФЕРЖЕЙ Ф5, ФЕРЖЕЙ 6, ладья Д7, ФЕРЖЕЙ наконец-то меняются, но когда черному удалось реализовать эту идею, поменять ФЕРЖЕЙ, они посмотрели на то, что осталось на доске, и приняли решение сдать партию, потому что СЛОН висит, СЛОН не может заступить, СЛОН бьет С6, полная доминация, полное счастье у белых и полное счастье у черных, то есть на ход СЛОН С8, например, можно сыграть все равно СЛОН бьет С6, что делать, бить на Д7, ну, можно сыграть СЛОН бьет Д7, не, так сказать, соблазняться идеей взятия ладьи, все-таки конь еще есть, если король идет на поле Д8, то он еще под СЛОН Б6 попадает, но, наверное, ладью при прикончающей атаке, пусть даже и в окончании, то есть вот так закончилась эта партия, и Полина Шувалова прошла в следующий этап весьма убедительно, хотя, конечно, рисковала она в дебюте, все было далеко не ясно, но тем не менее, ну, а что происходило в партии еще одной шахматистской выступающей в Аталопе Фиде, а именно Александра Горячкиной против Нино Басашвили, вообще много грузинок вышло до Кубки мира, пробилось на этап одной из своих финала, соперницы у них достойные, серьезные и так далее, вот Кубки Канеру еще, так сказать, одну из них, ну, к которому мы сейчас вернемся, короче говоря, Александра Горячкина против Нино Басашвили, первая партия, напомню, закончилась в ничью, ну, а в этой второй партии Александра Горячкина сделал ход с ДД на Д4, затем С4, затем Конь Ф3, далее Конь С3, Конь Д7 и Слон Ф4, ну, Конь Д7 ход за черных необязательный, правда, первые не сыграли Слон Ж5, но теперь при Коне Д7 они выставляют Слон Ф4, что выглядит довольно логично, ответ черных Слон Б4, взятие на Д5, взятие-взятие, Е3 и Конь Е4, ну, судя по всему, вот то, что было дальше, оно входит в некие дебютные репертуары, в дебютные заначки, в багаж Александра Горячкина, после первого хода Ф3, черные отвечают в Ж5, у них тоже свои соображения, то есть, один из стандартных планов контр-игры для черных это связано ходом в Ж5, но белый Слон прыгает на поле Е5, черные отвечают Ладья Ж8, ну, почему Ладья Ж8, что такое Ф6, например, вот можно ли сыграть Ф6, и вообще, что тогда, ну, просто белые отступят на Ж3, и исходят белые из того, что ход Ф6 не украшает позицию черных, если черные двигают пешку вперед, то поле Е5 открывается для белых фигур, а иначе, ну, что, на Ж3 взятие мы не боимся, Слон Д3 мы сыграть хотим, сыграет Е5, начнем играть, вторгаться на Е5, играть H4 и так далее, короче говоря, Ладья Ж8 играет здесь Басиашвили, с идеей как-то использовать положение Ладьи по линии ДЖ, все равно, вроде коровка ретировка это не главная идея со стороны черных, то, что они лишаются этой ретировки бокс с ним, главное, Ладья переходит на более активную позицию, H2, H3, чтобы профилактировать идею H4, а кроме того, самое главное, появилось бы отступление на поле H2 Слону с поля Е5, поскольку удар на Е5 сразу черные-белые не опасаются, но конь Б6, конь идет другим путем, идет на поле, где он, по мнению Зигберта Тарыша, согласно знаменитому сказанию, всегда стоит плохо, и в общем, отчасти с этим можно согласиться, конь Д2, и здесь важный момент, но черные должны были сыграть слон Ф5, это не помогало им по большому счету, это не давало им уравнения, это давало им возможность упорно защищаться, у белых лучше после хода слона Ф5, в случае хода, который не был сделан, почему? слон Д3, теперь Ф6, отбрасывается слон, ферзь Е7, открытая линия Е, после отступления слона, пешка по Е4 защищена ферзем, и слон на Б4, ну, защищен тоже, хотя это не столь актуально, рокировка, и просто у белых лучше, просто у белых заметно лучше вот в такой игре, где они, белые, не ослабились фактически нигде, никак, а черные сильно ослабились, можно ли играть здесь, можно ли делать длинную рокировку, например, но на Е4 угрозы есть уже, поэтому рокировку делать просто так нельзя, дважды белые возьмут на Е4, останутся с лишней фигурой, с лишней пешкой, сорри, взятие, взятие, вот можно вот поменять фигуры таким образом, но здесь уже видно, что зияющие какие-то слабости в ладе черных образовались, на рокировку длинную конь Б5 неприятно, а если уничтожить этого коня, но белые возьмут ферзем, ну, скажем, С6 как-то, ну, сыграли там Ф3, и начинаем проводить Е4, заодно ход Ф3 против Ж4 еще выстроим, выстроим, рокировка для черных, может быть, лучшее решение, но оно не очень помогает, в первую очередь у белых явное преимущество, даже при сильнейшем ходе с лоной Ф5, а не сильнейший конь Д2, ход, который был сделан в Асашвили, приводит к тому, что белые в промежутке ударили на Н7, и преимущество белых становится очень большим, висит ладья, отдавать-то ее нельзя, надо играть на Ж6, теперь просто король Д2, у белых лишняя пешка и активность, позиция где-то между большим перевесом и абсолютно, и выигрышный у белых, может быть, просто технический выигрыш на самом деле, слон Ф5, Ж4, слон Е4, теперь Ф3, отогнали слона, звонив его на поле Ф3, но зато слон Д5 шав, то есть тактически безупречно действует, и ладья АФ1, красота, необоримая, но почему можно такую красоту позволить, потому что взять в НС1 все равно невозможность замата на Ф7, то есть мат старше, поэтому можно любую ладью ставить на Ф1, не опасаясь оставить вторую ладью под боем на НС1, ну ЦБ, хорошо, ладья Б3, Конь С4, Король уходит на Е2, пешка, конечно, подвисает на Б2, но Ф7 мат угрожает, это старше, надо как защищаться, Конь Б3, уничтожили слона, Ф8, слон Ф8, взяли на Е5, в любом случае, белые взяли бы ферзем на Е5, здесь Ф7, что с пешками, у белых одна лишняя пешка при очень активных фигурах и абсолютно выигрышной позиции, Б4, Ф7, оставляем коня без защиты, но бить его нельзя, потому что Ф7, угроза, надо защищаться от угрозы, ВЦ без шаха, ведь идет Король С1 на Е2, теперь Конь Д5, Ф8, Ладья Ф1, нагнетание давления, Конь бьет Ф6, тактика такая, взятие-взятие, ну что, если взять на Ф6, то Ф8, еще более выигранная позиция, чем то, что мы видели, вот, чем то, что мы увидим, после Ладья Ц2, Король Д1, и Ф6, здесь тоже совершенно выигранные позиции, важный промежуточный шах, затем Король бьет Б3, черные играют Ф6, вторжение на Ф2, ничего не дают за Король б3, ну, можно особо не комментировать то, что здесь происходит, потому что все понятно, ФС5, ФСН2, Король б3, черные статуси, потому что в главном варианте, взятие на Х3, шах и ФБЖ5, у него сколько там лишних пешек? Четыре лишние пешки, при отсутствии каких-либо дефектов, абсолютно выигрышное, ферзевое окончание, короче говоря, Александра Горящина вышла в следующий этап, ну, а что происходило вот в этой самой, может быть, самой интригующей партии, второго игрового дня, отбой восьмой финала, то есть партии между Белой Хатанашвили и Кумбиканером, Кумбиканеру проиграла белыми в первой партии, и вроде бы Белая Хатанашвили, то есть не вроде бы, а просто точно могла рассчитывать, сделав ничью, почему бы не сделать ничью белыми, всего бы выиграли черными, которая могла рассчитывать на то, чтобы вышибить Кумбиканера, а самой пробиться в одну четвертую финала. И вот как играть, как играть черными, то есть Кумбиканеру прибегла к той стратегии, которая часто используется обладателями черных фигур, если им нужно бы заказывала, чтобы они стали выиграть одну партию подряд. Б6, то есть Уйтелка, вот при таком порядке ходов, это не французская защита, не что-то, белые же готовы где-то упростить позицию, в честь стандартную ситуацию, но черные, разумеется, идут на большие уступки. Объективно, это позиция в пользу белых, они схватили центр, все у них хорошо, все нормально делают белые, вопросов нет, ферзь Д2, можно так, можно этак, критиковать игру белых, нет никаких оснований, хорошая, нормальная игра, Д5 тоже хороший ход, Ж4, чтобы не было никаких прорывов, заклад пространства, ну, в нормальной игре, можно сказать, что белые добились явного преимущества, но позиция носит закрытый характер, никакой материал, ни фигуры, ни пешки, ни одна пара боевых единиц не разменена, Б3, ну, Конь Ф6, вот снова игра она в долгую, висит Пешкан, она атакована, Аш3, белые защитились, ферзь Д7, Конь Ж1, ну, вот что-то не то здесь все-таки, понимаете, ну, может быть, там салон Д3, может быть, как-то не хочется уводить свои фигуры с активных позиций, благо, что у черных хоть контрагрета нет, идеи у черных нет, позитивных каких-то, а Конь Ж1, но идея перевода через Е2 на Ж3, наверное, где-то проведение в 4, то есть какие-то такие общечеловеческие рассуждения, но объективно это не то, все-таки ощущается, что это не то, ну, плюс спортивная ситуация, зачем в такой спортивной ситуации играть таким образом было белым, как на Швей, Б5, интереснейшая контрагра, то есть у черных тоже выбора особого нет, и Б5 ход, ну, которого белые обычно не опасаются в таких ситуациях, Конь Е2, партировка, то есть белые рассчитывают на что? Рассчитывают на то, что если взять на С4, то там есть идея С4, БС с карманом С4, тогда есть ход С4, и единственный ход черных, чтобы не потерять материал, это С6, и белые берут на С6, черные должны играть Конь, бьет С6, белые вторгаются на Д5, и это их устраивает. Здесь бить на Д5 нельзя, потеряется Конь, черные завязаны по рукам и ногам, идея Ла ДС1, у белых явный перевес, несмотря на отсутствие пешки, и очень простая, очень удобная игра, то есть вот на это пойти можно. Кстати, ракировку делать нельзя, и заслал БС6, Ферн БС6, Конь Е7, шаг бьет, еще один аргумент, и Конь БС6 угроза, но в общем не то совсем для черных, взять на С4, на это дело ставку, видимо, Белохан Дашвили, но черные ракируют сразу, оставляют пешку А6 без защиты, но у них есть у черных контригра, первые играют БС, взятие, взятие, и берут вот так вот пешку в чистую, на самом деле, теперь после всего этого, Е2 не сразу, а после взятия на С6, что тоже возможно, Конь бьет Е2, и играют С6, то есть черные отдали пешку, но получили, они вскрывают центр, они оживили фигуру, фигуры, атаки у белых на короля черных нет, поэтому, ну, позиции динамической равновесия игра, что называется, на три результата, Конь Ж3, ну, ход как ход, не хочется вскрывать позицию, белым самим, взятие, и теперь ходом Конь Е5, белые удерживали равновесие, только об этом можно вести речь, важно отметить, что нельзя брать пешкой, потому что после ЖФ угроза Ладья Ж1 неотразима, и черные просто разваливаются, поэтому надо бить конем, а бить чем-то надо, поскольку Ферже 7 угроза страшная, итак, Конь Ф5, ЕФ, вот такой вариант, Ладья С8 атакован в салон, Ладья А2, начинается сложнейшая игра такого типа, в которой, видимо, объективно белые стоят получше, в сложнейшей игре, то есть, черные добились своего, они заманили соперницу, затянули соперницу на сложнейшую игру, на три результата, там Д4 можно сыграть лучший ход, 0-0, Д5, но вот так вот белым объективно нужно было играть, то есть, объективные требования позиции требовали хода Конь Ф5, а Боро сыгран на Ж5, что естественно выглядит, куда отступать конем, на Н5 нельзя, на Н7, и первые играют взятие на Д5, они исходят с того, что там перегруппировки коня какие-то, переводят на Ф6, может быть, через Е4, может быть, ход Конь Х5 где-то, все это должно сказать свое слово, веское, но позиция после Ферзи С7 у черных просто лучше, просто с перевесом, потому что все у черных защищено, никаких матовых идей сразу не получается, ну вот давайте Конь Х5 изучим, будет сыгран на Ладья Ц1, что такое Конь Х5, чтобы просто убедиться, что это явное не то, черные дают шах с Ц3, выигрывают форсированно, то есть отдать за просто так, слона Ц2 с шахом, белые не могут, тогда у черных сыграет ЖАЖ, и не будет мата Ферзи ГТА7, висит с другой стороны и Ладья, нужно сыграть король Д1, поэтому, и черные не берут Ладью, что важно, потому что так как орудие 2 и Белые выиграли, Ферзь атакован, шахов нет, но черные могут сыграть Е4, и вот это, собственно, опровергает замысел полностью, замысел имеется ввиду Белок, потому что подержа С7 перекрыта, Ладья висит, и перекрыты диагонали еще, то есть ЖАЖ угрозой теперь становится, и перекрыты диагонали С2, Х7 нет, где и Ферзи ГТА7 мат, при взятии на H5, то есть так играть нельзя, Конь H5 нельзя, Ладья С1 играет Белок от Нашвили, ответ Черных Ферзи 3 шах также, и теперь ход Ладья С8, видимо, чистого игрока партии, у Черных выигрышная позиция, потому что в случае хода Конь H5, единственной идеей, которая заслуживает рассмотрения, и которая опасна, может оказаться для Черных, они играют С4, стандартный прием, защищается от мата, закрывается диагональ, угрозаивает GH, С4 вынужденное решение, тогда Ферзь Е5, Слон связан, опять же, никакие маты не идут, Ф3 Конь и Ф5, ну и Черных выигрышная позиция, в партии был сделан ход Конь Д5, и последовала Ладья Д1, что является ошибкой, Код Конь H5 в данной ситуации, то есть вместо хода Ладья С8, выигрывав Шва, был сделан ход Конь Д5, и здесь Белые могли сыграть Конь H5, и вот это вроде бы ничья, вот возле ошибки Черных, Белые получали контр-игру, если Е4, тогда Слон бит Е4, атакован Ферзь, Конь оказался не там, где надо на поле Д5, под атакой Белого Слона, вот взяли пешку, такую важную и так далее, и Черные, но здесь Ферзь, Ж7 можно сыграть, и вот это ничья, но если Кр, Ж7, то Слон Д5, все понятно, ничего нету, особого хорошего у Черных, безусловно, если Конь Е4, делая ставку на то, чтобы постепенно выиграть Черного Белого Коня на Ж7, то ничего не получается, а если Кр, Ф3, то получается, кстати, тогда Д5, и наступление, взять, и вот такой Конь H3, там идея Конь Берзь, и Черные выигрывают, но после Кр, Е3, нет важнейшего темпа у Черных, потому что здесь следует Слон Ф3, то есть, поле Ф3 освобождается, Конь Берзь, Г5, главный вариант, Кр, Берзь, Ф4, Конь Берзь, Ф3, взять, и взять, и взять, и Ладеев, Д1, но несложный анализ показывает, что Белые легко делают ничью в окончании, но Черные тоже, равное число материя, равное количество пешек, Черные контратакуют пешку Б3, Белые забирают пешки А, Д5, А5, теряют пешки Б3, А3, и получается ничья, то есть, Конь Х5 здесь сделала ничью, вот ошибочный код был сделан, Конь Берзь, Д5, кубик Анеру, но Белые сыграли Ладеев, Д1, и все возвращается на круги своя, шаг, шаг, Ф3, это позиция уже близко выигрышная для Черных, ну, Слон Е4, естественная защита, на нее и делали ставку Белые, теперь Ферзь Берзь, Б3, что, Чего Белые добились? У них нет, правда, Кода Конь Х5, они могут забрать на А8, на А8, но у Черных решающая атака, вот Слон А8, Ладья А8, лишнее качество, Конь Е2 более упорно было, чем то, что мы видели в партии, тогда Конь Х5, и все равно, у Черных решающие преимущества, очень большая компенсация за качество, Ферзь на А6 плох, и так далее, Конь Ладья БД6 сыграла здесь, Биадаха Нашвили, последовала Ферзь Ф3, Ладья Д1, Ладья Ф8, Ладья Д8, Черные сыграли Е4, ну, все нормально, взятие, взятие, у Черных все крепенько, у Черных активизация сил, Ладья Д8 с угрозой мата, теперь сразу выиграл Ферзь Ж2, затем Шах, на Конь Ф1, Конь Д3, затем Ферзь Ф2, и Ферзь С5, Шах, если Король В3, то Шах с Б6, и потом взятие Ладья Д8, а если Король Д2, тогда Ферзь, вот такой вот мат, на самом деле, вот эта позиция встретилась в партии, но, с включением повторения ходов, то есть, Черные сыграли здесь Конь Е6, это ничего не портит, но, по большому счету, все повторяется, Ладья должна уйти назад, не должна найти назад, Белая должна быть взять на Ф8, и потом бороться в этой Мэншпиле, видимо, проигрышном, но, вот после Ладья Ф8, хода правильного взятия на Ф8, и ответа Ферзь Х4, атакует пешка, отсоедшая на Е4, здесь еще Пади выиграет, но, объективно, видимо, черные большие шансы на победу, Белла Ходнашвили, ну, цитнот, психологические всякие обстоятельства, короче говоря, Ладья Ф8, она не сыграла, она сыграла Ладья Д2, и тут то же самое получается, что мы видели, но уже Хумпи Канеру реализует свой шанс, свою возможность выиграть партию форсированно, именно вот по тому лекалу, по тому пути, который я вам уже продемонстрирую, все, Хумпи Канеру отыгралась, так же, как и Магнус Карсон, правда, она сделала это черными фигурами, что сложнее, а я подвожу итоги уже женского соревнования, то есть, вторых матчей, вот здесь все результаты, причем табличка покрупнее, всякие 16 участниц всего лишь, а не 32, не 32 участника, как у мужчин, в одной 16 финала, и так, у Гудзюй Винзюнь, с Элизабет Пёч, две ничьи, у Анны Музычук, с Марии Музычук, две ничьи, я вообще не касался этого дерби, ну как дерби, внутри семейной разборки, такое впечатление складывается, что девушки решили перевести, в общем-то, матч на тайбрейк, и не очень-то мучили друг друга, в основной части, все-таки, в принципе экономии сил, я не знаю, не буду вдаваться в подробности, но это последняя, украинская шахматистка будет на турнире, одна из сестер, Музычук, конечно, очень сильная, но нужно еще будет, если Дзюй Винзюнь выиграет Элизабет Пёч, на тайбрейке, то нужно будет еще одной из сестер Музычук, потом и пройти чемпионку мира Дзюй Винзюнь, Падина Шувалова выиграла, и вышла на одну из соперниц, вы видите в таблице, непонятно, кто ей станет, понятно, что Падина Шувалова и в матчах 1-4 финала будет восприниматься как фаворит в этот счет, полуфинала, независимо от того, с кем она встретится, с кем-то из сестер Музычук или с Дзюй Винзюнь, Белла Хатанашвили отыграла с Кумбикандеру, и теперь будет там тайбрейк в этом матче, Джудзе Ньер уступила Тань Джуни, но Тань Джуни все-таки финалистка матча претендента, и понятно, что она фаворит, и она, так сказать, заслуженно выиграла и вышла в одну четвертую финала, Александра Горячкина также вышла в одну четвертую финала, и кто будет ее соперницей, пока что непонятно. Ну что ж, на этом у нас сегодня все, я повторю, что мы начинаем записывать серию программ, посвященных дебютной теории, как философскому, философским аспектам дебютной теории, так и, ну что самое, что надо есть в конкретике, опять же, с привлечением общих соображений, которые помогают очень сильно ориентироваться в практической ситуации вам, если вы играете в шахматы, любите играть в шахматы, и, наверное, где-то как-то совершенствоваться. Так что становитесь патронами на Патреоне, нашими патронами, этим вы внесете не только неоценимый вклад в развитие нашего канала, общедоступного, того, который вы смотрите сейчас, но и сможете в результате получить доступ к этим самым программам, посвященным как раз дебютной теории. Ну вот для того, чтобы сделать все это, достаточно подписаться, стать нашими патронами, короче говоря, присоединяйтесь. На этом наш выпуск, очередной выпуск заканчивается. Я прощаюсь с вами, предположительно, до завтра. А перед этим, как всегда, призываю вас ставить лайки, подписываться на наш канал, те, кто не сделал этого ранее, и обыгрывать соперников, играя с ними в шахматы, как в очной, так и в заочной режиме. А пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова